дорогие друзья и гости канала всем привет с вами людмила приглашаю вас сегодня на мастер-класс по вязанию вот таких очаровательных летних туфелек которые мы попробуем с вами связать я для вас записала мастер-класс вязание этих туфелек в двух цветах вот можно связать вот таких вариантах вот вариант светлые с темной отделочкой или темные со светлой это уже вы выберете сами цвета выбираете сами если вы смотрите это видео еще не подписавшись на канал дорогие друзья сделайте это прямо сейчас нажмите на кнопочку подписаться и колокольчик и вы никогда не пропустите видео которые будут выходить на канале но мы начинаем для начала нам нужна подошва я подобрала вот такую подошва vita здесь пробитые отверстия на расстоянии 1 сантиметр друг от друга по всей окружности пряжу взяла двух цветов это мелиса перлес номер 5 светлая пряжа номер 8 чуть чуть потоньше номер 5 у нас 290 метров на 70 грамм и крючок два с половиной миллиметра начинаем я буду показывать вот связала светлый для образца и мы сейчас будем вязать темный вот там где у нас светлые части туфельки мы будем вязать темно-коричневым а вот там где коричневые будем делать обвязку светлую вязать буду в две нити 5 отверстий от центра подошвы отчитываю из 5 отверстия начинаю провязывать первый столбик начинаем делать обвязку подошвы обычные столбики без накида 1 в пятую и дальше в четвертое отверстие сразу переходим и провязываем три столбика без накида первое отверстие провязала один столбик в остальные все будут провязаны по три вот три столбика без накида подошва это легкая она очень практичная и думаю что летом будет в ней очень удобно бегать в таких туфельках так теперь следующему отверстию переходим вот три столбика провязали теперь три в следующее отверстие 1 2 и 3 следующие отверстие 3 столбика 1 2 и 3 дальше я думаю уже будем продолжать самостоятельно вяжем вот так по три столбика в каждое отверстие доходим до первого вот провязали мы три столбика в последнее отверстие теперь первое где у нас был один столбик довязываем сюда еще два столбика второй столбик в это отверстие и и третий все теперь в каждом отверстие у нас по три столбика без накида в первое соединительный столбик воздушная петля подъема и вяжем первый ряд по кругу столбиками без накида но я думаю что это просто весь ряд в каждую петельку предыдущего ряда ряда от вязки провязываем столбик без накида довязываем до конца ряда в конце ряда последние столбики соединительный столбик воздушная петля подъема и дальше будем вывязывать пятку вот мы четыре отверстия отступили и в первую петлю пятого отверстия мы начнем вязать пяточку значит от центра подошвы с другой стороны тоже отсчитываем 4 отверстия и первая петля пятого будет у нас последняя петля значит во вторую петлю пятого я ставлю маркер и до маркера буду довязывать первая петля это будет последняя петелька во второе у меня зафиксирован маркер вот до этой петли вяжу вяжем теперь по узору значит вот мы сделали воздушную петлю подъема это у нас короткий столбик получается обычный теперь опускаемся на ряд ниже и провязываем столбик без накида длинный следующий из петли предыдущего ряда короткий немножко туговато проходит короткий вот теперь снова на ряд ниже опускаемся длинный следующий короткий из петли предыдущего ряда на ряд ниже длинный вот так в каждую петельку мы идем видите чередуя следующий опять короткий очень удобно по нижнему ряду ориентироваться по количеству петель вниз на ряд ниже длинный столбик он как бы вытянутый такой с такой стеночкой вытянутой короткий длинный и продолжаем так до маркера вяжем короткие длинные чередуем между собой довязываем до маркера до последней петельки я надеюсь что хорошо видно напишите в комментариях достаточно ли понятно хорошо ли видно есть у меня на канале видео как вязать пяточку найдите его посмотрите сейчас поставлю вам верхнем углу ссылочку на это видео и вы более так может быть еще раз четко посмотрите как вяжется такой узор чередование длинных и коротких столбиков там я близко тоже показываю все объясняю на ряд ниже вот таким образом видите длинные вытянутые такие столбики короткие длинные короткие вот доходим до конца ряда обязательно смотрите чтобы не было подряд два длинных или два коротких это важно потому что потом будет некрасиво в узоре и вот последний длинный столбик короткий столбик длинный столбик последний столбик вот над этим отверстием и остался один вот короткий перед маркером первый столбик над пятым отверстием все теперь снимаем маркер и переставляем эту петлю на маркер вот нить забираем начало ряда пяточки на эту сторону и вот от первой петли с которой мы начали пяточку вязать отступаем вперед 3 петелечки вот первая петля и теперь 3 петли вперед в третью петлю начинаем вязать следующий ряд привязываемся столбик без накида у нас обычный короткий получается значит следующий идет длинный на ряд ниже опускаемся провязываем столбик теперь снова короткий это третий уже и теперь у нас был первый короткий с которого мы начинали предыдущий ряд как раз над ним провязываем длинный опускаясь на ряд ниже дальше в предыдущем ряду у нас идет длинный столбик вот такой вытянутый над ним вяжем короткий получается в шахматном порядке следующий у нас вот между длинными короткий столбик мы провязываем на ряд ниже длинный столбик тот же самый узор над длинным короткий только в шахматном порядке когда мы вяжем очень хорошо видно куда вставляем мы крючок над длинным и вставляем прямо в верхушку а короткий вот сюда вот над коротким вниз вставляем крючок и провязываем длинный вот так вяжем до конца ряда теперь мы будем это повторять доходим вот сюда до маркера покажу сейчас как мы провязываем конец каждого ряда здесь у нас последние столбики по рисунку вот сейчас на ряд ниже длинный столбик и забираем сразу петлю с маркера последний у нас был короткий над ним вяжется длинный и петля с маркера уходит на крючок вот здесь когда мы оставляем петлю на маркере надо немножко смотреть чтобы она была чуть чуть посвободнее я сильно затянула ну ничего она взялась на крючок провязываем столбик и теперь добавляем три столбика без накида кажется я пропустила петельку смотрим аккуратно вот где у нас закончилась последняя петля вот и добавляем еще три столбика один вниз длинный 2 и короткий 3 то есть у нас получается длинный короткий длинный мы провязали три дополнительных столбика по узору идем переносим на маркер и возвращаемся в начало ряда все дальше повторяем то же самое от первой петли вперед 3 петельки в третью петлю начинаем идем по узору где над длинными короткие над короткими длинные доходим до маркера здесь последний у нас провязываем петлю вместе с маркером 3 петли вперед возвращаем снова 3 петли вперед доходим сюда 3 петли и все время прибавляем по 3 петельки и таким образом мы провяжем 10 рядов вот чтобы у нас вот такая пяточка получилось под наклоном вот у меня здесь 10 рядков провязана на светлом на светлой модельки и здесь я тоже провяжу 10 рядков вот так получилось 10 рядов узором таким в шахматном порядке дальше продолжаем вязать столбики без накида вперед просто вяжем столбики без накида и доходим вот сюда до угла и затем идем по пяточки тоже столбиками без накида заканчиваем ряд все провязываем вот до конца ряда последние столбики без накида здесь мы никакого узора не вяжем в этом ряду у нас только столбики без накида были последние соединительный столбик все закончили ряд теперь вот видите по кругу провязали столбики без накида полностью и теперь мы берем светлую нить тоже я в две нити и я беру и буду сейчас уже вязать узор привязываю сюда светлую нить я пока не обрезаю темную потому что она понадобится мы потом ее будем еще вверх вязать дальше темной нитью поэтому пусть она останется здесь столбик без накида не очень удобно но получится столбик без накида светлой нитью все и теперь провязываем узор веерочки то есть делаем накид пропускаем две петли и в третью петлю провязываем 6 столбиков с одним накидом две петли и пропустили в третью 6 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 5 и 6 и 6 теперь вот такой веерок у нас получился теперь две петли петли пропускаем и вяжем столбик без накида накид не делаем в третью петлю столбик без накида дальше накид 2 петли пропускаем в третью петлю 6 столбиков с одним накидом 1 1 2 2 3 3 5 5 6 6 6 столбиков с одним накидом и вяжем ряд 3 3 4 5 4 5 5 6 6 5 6 6 6 6 соединение веерочков все этот ряд мы закончили приступаем к следующему и следующий ряд у нас будет уже темной нитью поэтому мы будем вводить темную нить сначала мы светлой этой же нитью дойдем до середины веерочка соединительными столбиками двигаемся к середине вот сюда провязываем 2 3 и вот здесь на середине вот этот 4 провязываем уже темной нитью столбик без накида все дальше вяжем только темной нитью вяжем то же самое что мы делали а сейчас накид и вот сюда где у нас был столбик без накида в эту петлю 6 столбиков с одним накидом шахматном порядке вяжем в одну петлю 2 3 4 5 6 теперь вершину вот сюда в центр вершины веерочка столбик без накида вот таким образом у нас получается между веру веерочками веерочек и снова 6 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 3 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 7 6 8 7 9 9 10 9 10 10 11 11 там где веерочек по центру будет столбик без накида светлую нить обрезаем она нам больше не понадобится и продолжаем вот заканчиваем ряд соединительным столбиком все провязали второй ряд теперь двигаемся к середине веерочка провязываем 3 соединительных столбика и три четыре пять шесть шесть воздушных петель присоединяемся соединительным столбиком к середине следующего веерочка к вершине снова 6 воздушных столбиков три четыре пять шесть следующей вершинки соединительным столбиком вот таким образом у нас будет следующий ряд двигаемся до конца ряда в конце ряда вот шесть воздушных столбиков два три четыре пять шесть и соединительный столбик сюда же где мы начинали ряд все закончили этот ряд теперь под каждую вот эту вот цепочку из воздушных петель вяжем столбики без накида 3 4 5 6 7 7 столбиков под каждую следующую сразу раз два три четыре 5 6 7 и продолжаем дальше по 7 столбиков без накида под каждую цепочку из воздушных петель двигаемся до конца ряда вот мы провязали закончили теперь мы можем нить обрезать конец нити выводим на изнаночную сторону и прячем ее вязание все основа у нас готова подъемчик пяточка все сделано теперь мы переходим к верху будем вязать вот такой вот орнамент фрагмент и потом присоединять его вот так сюда к этим к переду дальше сделаем обвязочку три ряда и все и у нас будет закончен туфель начинаем вязать цветок набираем 8 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 закрываем их кольцо в первую петельку соединительным столбиком и теперь под в центр этой этого кольца 3 воздушных петли и вяжем еще 23 столбика с одним накидом у нас всего должно быть 24 столбика с одним накидом вот таким образом сразу же завязываем конец нити который у нас остался один столбик у нас заменяется тремя воздушными петлями 1 а дальше еще 23 столбика продолжаем до конца ряда конце ряда соединительный столбик вершину первого вот цепочки из 3 воздушных петель вот это у нас первый ряд переходим ко второму ряду набираем 7 воздушных петель 2 3 4 5 6 7 2 петли пропускаем 1 2 и в третью столбик без накидом 1 2 3 4 5 6 7 раз 2 пропустили третью столбик без накида продолжаем так до конца ряда 7 воздушных петель 2 петли пропустили столбик без накида вот так провязываем весь ряд у нас получится восемь таких вот как бы у этого цветочка лепесточков теперь мы вяжем 3 воздушные петли последний потом делаем накид и вот в основании первого вот этой цепочки провязываем столбик с одним накидом делаем последний лепесток вот таким образом вот все теперь провязываем снова три четыре пять шесть воздушных петель и присоединяемся к вершине первого лепесточка столбик без накида 6 воздушных петель 3 4 5 6 к вершине следующего лепесточка столбик без накида до конца ряда вот так по 6 воздушных петель и заканчиваем вот здесь в этой вершине двигаемся вот дошли до конца ряда теперь 6 воздушных петель последние 4 5 6 присоединяемся вот сюда соединительным столбиком вот мы сделали основу под этот цветочек и теперь мы будем вывязывать уже лепесточки делаем 3 воздушные петли накид и будем вязать вот сюда под эту цепочку из 6 воздушных петель столбики с одним накидом у нас цепочка была теперь один столбик второй столбик вяжем 5 столбиков вот уже три получается 4 5 5 столбиков провязали теперь делаем пике 1 2 воздушные петли и вот сюда берем провязываем соединительный столбик в вершинку вот и еще 5 столбиков с одним накидом продолжаем сюда же под эту цепочку 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 вот лепесток 1 мы вывязали видите 5 столбиков с одним накидом потом 2 воздушные петли закрываем вот это пике и еще 5 столбиков с одним накидом теперь мы будем вязать столбики с одним накидом вот под вот эти вот делаем накид и заходим вот сюда видите под этот треугольничек ножки вот эти под первый вяжем 6 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 5 6 теперь сразу же без всяких воздушных петель ничего не провязываем сразу вяжем 6 столбиков под вторую ножку вот видите мы отсюда вот сюда провязали и теперь вот под эту ножку вяжем 6 столбиков с одним накидом так разворачиваемся и провязываем нам надо чтобы лепесток этот загнулся 1 2 3 4 5 5 6 6 вот 6 столбик теперь у нас есть лепесток и вот такой загибающийся еще листочек внутри вот видите как получилось следующее 10 столбиков вяжем вот под этот то же самое сразу переходим к ним столбики с одним накидом вяжем сначала 5 столбиков 1 1 2 3 4 5 5 над пятым столбиком вывязываем пике 2 воздушные петли и в основании этих петель вот сюда поддеваем две петелечки вот так соединительный столбик я думаю вам хорошо видно и еще пять столбиков с одним накидом 1 1 1 2 3 4 5 вот у нас второй лепесток точно такой как мы вязали первый вот видите между этими лепестками вот здесь у нас такой треугольничек вяжем под 1 сначала бортик потом под 2 вот сюда под 1 вот сюда вяжем 6 столбиков с одним накидом 1 1 2 1 3 4 5 6 6 теперь разворачиваемся и вот под этот вот второй вяжем тоже 6 столбиков с одним накидом делаем накид заходим под эту вот цепочку и провязываем 6 столбиков 1 1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 все провязали 2 и теперь продолжаем дальше все вяжем точно так же вот такой у нас получается симпатичный результат вот видите как красиво получается объемно теперь мы сразу переходим вот под эту цепочку провязываем 10 вот этих столбиков с пике затем сюда 6 разворачиваемся под эту цепочку 6 переходим к следующей цепочки и так далее следующие так далее вяжем лепесток потом вот такой вот загиб и провязываем до конца все повторяем тоже самое вот так у нас получился цветочек очень симпатичный здесь осталось последний связать из 10 столбиков лепесток с пике я довязываю этот лепесток и заканчиваю цветочек смотрите вот мне он понравился и он смотрится очень даже неплохо красиво вот именно такой как бы круглый мотив для туфельки подошел вы можете выбрать может быть какой-то другой понравившийся вам мотив но именно вот под эту модельку я хотела чтобы он был объемный можно сделать его гладким тогда туфелька будет такая просто как макосинчик если будет гладкий мотив не объемный но это уже право каждого то есть вы можете сделать такой я показываю принцип такой мотив очень легко присоединить к туфельке не обвязывая там какими-то сложными способами вот сейчас я провяжу вот сюда под этим две цепочки оставшиеся по 6 столбиков сначала под этот вот под эту цепочку довязываю 6 столбиков 2 3 4 5 5 разворачиваюсь и под последнюю цепочку оставшуюся довязываю еще 6 столбиков с одним накидом вот под эту 1 2 3 4 5 5 5 5 6 5 7 5 5 и 6 последний довольно просто вяжется этот цветочек и теперь соединительный столбик вот сюда над самый первый над первым столбиком все готов наш лепесточек все наши лепесточки все весь цветочек теперь мы нить обрезаем прячем ее вот здесь где-то с изнаночной стороны между петлями так чтобы она у нас потом не торчала здесь довольно плотное вязание хорошо можно будет спрятать эту нить и я ее вот сюда загоню между вот этими петельками и затем лишний какой-нибудь конец который останется я уже обрежу вот так все теперь задача обвязать его нитью другого цвета вот я буду обвязывать бежевый и буду обвязывать рачьим шагом сейчас я вам покажу как я буду это делать обвязку беру бежевую нить начинаю вот из уголочка из любого присоединяюсь все и дальше вяжу столбиками без накида но в обратном направлении вот сюда шагаю назад не вперед как обычно назад и обычный столбик без накида следующую петельку шаг назад столбик без накида шаг назад если обычными столбиками как мы вяжем вперед обвязка не получается красивой ровной вот попробуйте но я вам точно говорю она будет смотреться не хорошо а вот рачий шаг он тут хорошо смотрится на этой обвязочки тот же самый столбик без накида только шагаем назад вообще привыкаешь сначала может показаться неудобно на самом деле ничего сложного вот таким образом обвязываем весь цветочек все буквально лепесточки двигаемся по кругу я думаю что понятен этот узорчик вот так идем сюда потом переходим на следующий лепесток двигаемся здесь закручиваем и вот так до самого конца вот цветочек у нас готов и теперь нам нужно с изнаночной стороны конец нити здесь спрячу и нужно будет подготовить цепочки из воздушных петель за которые мы будем крепить этот цветочек к самой туфельки можно в принципе прикрепить за вот боковые петли по краю за краевые но так будет некрасиво для того чтобы он был таким как бы объемным красивым на ножке вот начинаю вот отсюда прикрепляюсь нитью и затем набираю 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 6 6 надо петель набрать 6 вот сюда соединительным столбиком прикрепились снова вот такая видите получается у нас цепочка 2 1 3 4 5 6 вот сюда в этот уголок соединительный столбик и дальше вот такие вот цепочки вот здесь по кругу приходим сюда вот по той в этим уголочком крепимся потом за эти цепочки вот видите у нас цепочки на боковых частях и вот здесь и вот таким образом просто их крепим у меня к сожалению тут побитый файл оказался я не могу вам точно ну показать все подробно ну вот за эту и за эту мы крепимся просто обычными столбиками без накида вот я думаю что дальше вы справитесь сами когда прикрепили цветочек потом по кругу делаем обвязку просто столбики без накида и провязываем так 4 ряда и последний ряд вот так соединительные столбики как я сейчас показываю делаем обвязку верха этим самым мы мы его закрепляем вверх и не даем ему потом растягиваться вот так заканчиваем эту модельку я думаю что вы здесь справитесь здесь очень просто принцип я показала в общем то все нормально я думаю что мы еще похожие модельки будем вязать если у вас какие-то вопросы возникли пишите пожалуйста вот на светлой модели у меня обвязка меньше здесь сделала всего три ряда на темной модели я сделала 4 ряда обвязки то есть ну как вот вам нравится вы будете делать сами можно сделать меньше можно сделать больше то есть как вам будет лучше можно перед повыше поднять над цветочком и вот здесь вот видите вот так прикреплено все очень красиво аккуратно а сам цветочек получается такой над туфелькой очень объемный друзья если это видео вам понравилось пожалуйста ставьте лайк не забудьте подписаться на канал пишите комментарии задавайте вопросы с удовольствием на них отвечу ровных красивых вам петелек до новых встреч